Общественные территории для благоустройства выбирали и в Новочебоксарске. Правда, в списке их было меньше, чем в Чебоксарах. Всего пять. Голосовали жители города Химиков активно. Благоустройство сцены на набережной реки Волга, пешеходная часть по улице Винокурова, благоустройство Ельниковского оврага, детский городок у школы искусств и сквер по улице строителей. Такой список на выбор предложили новочебоксарцам власти города. Администрация заинтересована в том, чтобы благоустраивать город. И достойные нашли места, где людям было бы комфортно отдыхать и детям, и взрослым. Строительство сквера мне понравилось, детский городок понравился, пешеходную зону. Я частенько по вечерам прогуливаюсь, и мне действительно было бы удобно прогуливаться по зоне, которая действительно будет более благоустроена. В этом списке я увидел площадку по улице строителей, дом 23. Я проголосовал именно за этот участок, потому что считаю, что Юраковский микрорайон на сегодняшний день как бы не совсем благоустроен, хотя район в городе считается один из самых новых. Прогулочных зон, парковых зон в Юраковском микрорайоне отсутствует. Мы болеем за строителей 23, но поближе всех, чтобы мы здесь могли тоже ходить гулять. Проголосовать можно было за три территории. Я думаю, что стоит обратить внимание не только на строительство новых участков, где новые дома, а также и на старую часть, где живут люди, и где также непосредственно есть детские сады, школы, где дети, которым нуждаются в определенных местах для прогулок. То есть тоже стоит на это обратить внимание. Люди были проинформированы заранее. Это было и в СМИ, и буклеты были, и школа тоже говорила, что будет такое голосование. Наверное, каждый житель будет считать, что территория, которая находится ближе к его дому, нуждается в облагораживании. Поэтому покажет голосование, как думают жители. О территориях победителях станет известно в ближайшие дни. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.